В этом видео я постараюсь рассказать, по каким причинам вам могут отказать в студенческой визе в Канаду. Возможно, это покажется очень простым. Выбрал учебное заведение, оплатил учебу, подался на визу и поехал. На практике все не совсем так. По моим ощущениям, в этом году отказов больше, чем обычно. Досмотрите видео до конца, чтобы узнать, почему чаще всего отказывают в студенческой визе в Канаду и что нужно делать, чтобы избежать отказа. При подаче на студенческую визу в Канаду, так же как и при подаче на студенческую визу в США, вам нужно продемонстрировать наличие документов от учебного заведения, доказать необходимость этого обучения для вас, а также подтвердить наличие финансов на обучение и проживание на территории Канады. Законодательство Канады дает вам возможность использовать свое обучение как первый шаг в иммиграции в Канаду. После окончания обучения вы можете получить Postgraduate Work Permit и после этого подаваться на иммиграцию. Если вам интересна эта тема, оставляйте свои комментарии и мы снимем об этом дополнительное видео. Однако, вне зависимости от возможностей, которые вам предоставляет законодательство Канады, студенческая виза относится к категории неиммиграционных. Поэтому, при подаче документов на студенческую визу в Канаду, вам нужно доказать, что вы обязательно вернетесь домой и воспользуетесь знаниями, которые вы получили в Канаде дома. То есть, доказать свои неиммиграционные намерения. Именно эта причина отказа одна из самых распространенных на сегодняшний день. Давайте разберем, что же нужно сделать, чтобы доказать свои неиммиграционные намерения. Первое, что вам нужно, это обязательно составить мотивационное письмо с объяснениями, почему вы выбрали это учебное заведение, этот курс и почему именно Канаду, что вам даст это обучение, где вы будете использовать знания, которые вы получили при учебе, а также, почему именно вы должны учиться там. Уделите особое внимание мотивационному письму. Визовый офицер обязательно обратит на него внимание и прочитает. Так как в Канаде нет собеседования с офицером, это ваш шанс обратить внимание офицера на все пункты, которые вы хотели бы озвучить. Второе, это предоставить гарантии вашего возвращения домой. Вам нужно предоставить максимальную информацию, которая заверит визового офицера, что вам будет куда и зачем возвращаться домой. Подтверждением этого могут служить как письма от вашего текущего или же потенциального работодателя, рекомендации на обучение от вашего учебного заведения, например, подтверждение наличия семьи, недвижимости, работы, либо же бизнеса на территории Родины и так далее. Ни в коем случае не продавайте бизнес или квартиру, чтобы показать подтверждение финансов, ведь если вас совсем ничего не будет связывать с домом, визу вам тоже вряд ли дадут. Следующая причина отказа – предоставление документов, которые не подтверждают информацию, которую вы указали в своей анкете. К этим документам я в первую очередь отношу документы, связанные с финансами. Именно финансовой части я рекомендую уделить особое внимание. Если у вас есть спонсор, обязательно также укажите это в анкете. В документе о зачислении и в анкете будет информация о том, сколько денег вы должны иметь для того, чтобы пройти обучение и обеспечить себя и свою жизнь в Канаде. Необходимо подтвердить это не только самим наличием денег на банковском счету, нужно еще и объяснить их происхождение, то есть откуда на вашем счету появилась эта сумма. Для этого желательно предоставить не только справку о доходах, но и выписку по транзакциям по счету, документы о продаже имущества, бизнеса, либо же справки о начислении доходов. Вы должны постараться предоставить информацию о своих финансах в таком виде, чтобы было понятно, что вы едете учиться не на последние деньги своей семьи, либо же спонсора, и что этих средств хватит на все затраты, которые вы будете нести на территории Канады. Более того, все, что вы указали в анкете, должно соответствовать информации в документах. То есть, если вы написали, что на год обучения вам нужно 20 000 долларов, а в справках показали только 10, у визового офицера явно возникнут сомнения, сможете ли вы обеспечить себя в Канаде, либо же пойдете, например, искать нелегальную работу. Еще одна возможная причина отказа – это выбор программы обучения. С этой причиной отказа чаще всего сталкиваются те, кто уже получил высшее образование в своей стране. Вам нужно найти учебное заведение, отправить туда свои документы, которые требуют это учебное заведение для вашего зачисления и получить письмо, в котором будет указано, что вы уже зачислены на учебу, а также все подробности обучения, название курса, сроки, стоимость и дополнительные расходы, например, учебники, форма и т.д. Если ваша планируемая учеба никак не связана с вашим первым образованием, либо же вашим опытом работы, у офицера могут возникнуть вопросы. Не выбирайте для обучения годичный курс изучения английского языка. Офицеру очень трудно поверить, что вы хотите учить язык именно в Канаде и зачем это делать там, если язык можно выучить и дома, либо же в какой-то стране поближе. И последняя, но тоже существующая причина отказа в визе в Канаду – это предоставление фальшивых документов. Для меня, если честно, это нонсенс, я не рекомендую обманывать посольство. Вы не только получите отказ, но еще и можете получить запрет на въезд на территорию Канады и, скорее всего, навсегда, а это может повлиять на возможность ваших будущих поездок в другие страны. Забудьте об этом, не нужно этого делать, лучше повременить с учебой, подсобирать документы, либо же объяснить, почему их нет, чем осознанно идти на обман. В наших видео о получении визы в Канаду я всегда рекомендую сохранять все документы, которые вы подавали, чтобы в случае отказа вы могли детально проанализировать все свои ошибки, либо же обратиться к юристу за помощью. Все, что вы подаете, навсегда остается в системе, поэтому при повторной подаче вам нужно не забывать про ту информацию, которую вы уже предоставили офицеру. Делитесь своими историями получения студенческой визы в Канаду, все ли у вас получилось с первого раза, оставляйте свои комментарии с вопросами и я обязательно на них отвечу. Почему мы выбрали эту тему для рассказа? А тут оно медленно идет и я думаю, боженьки, давай текст быстрее, чуть-чуть. Угу. 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 Угу.